привет я сергей бугаев ну а раз вы меня видите значит вы видите телепрограмму охота на рыбалку какая красотища позади меня кубанское водохранилище 2 суббота июля а это значит заканчивается нерест карповых рыб а это повод для праздника день рыбака 2017 в карачаево черкесии на нашем кубанском водохранилище место проведения мичуринский залив а если еще точнее его выступающий мыс стоит отметить что накануне погода внесла неожиданное изменение выпадение чрезмерных осадков этим изрядно подпортила местные поселочные дороги поэтому доехать сюда смогли только те кто это сделал заранее то есть до дождя либо те у кого более приспособлены для таких неожиданных случаев транспорт в итоге большая часть желающих участвовать в этом мероприятии отсутствовал а кому повезло больше их уже не оторвать от любимого долгожданного занятия привет как не знаю только проснулись пытаемся откуда приехали черкеска ну пока еще пока чего на надеемся на лучше она что на жмуховку начали в общем закидушка надо ну удачи спасибо мы поймаешься спортивная часть соревнований состояла из трех номинаций по которым разрешался лов рыбы взрослые слов так взрослые с берега и конечно же юноши с берега они в этот раз совсем не уступали взрослым ухты как он упирается пробуй идет зашла Чувствуется? Есть там рыва, нет? Так, это все сегодня с утра уже, да? Да. Молодец. А на червя и на приманку, на ваниль, на сливу. Так это не вся, сачки? Нет, это еще не вся, там есть пол сачка наверняка. Вот этот пойманный сазанчик, тут есть и твоя заслуга, правильно? Да. И как все было? Расскажи, пожалуйста. Ну, я закинул удочку, потом ее, она заклювала, и потом я ее вытащил, и мы потом под сачником вытянули сазана. Молодцы, молодцы. И на что он клюнул? На червя. На обычного червя? Да. Даже не на выползка? Нет. Молодцы, молодцы. Поздравляю. Молодец. С Днем Рыбака. Спасибо. Так поймал ты или папа? Папа. Папа, а ты помогаешь? Угу. Так, папа. А почему папа так рано выпал? Можно еще поймать было? Хватит. Хватит? Да. На что вы это поймали? На кружки. Ну, в общем, на живца. На живца. Глаз и ног не заплывал, да? Да. Маленький. Нельзя в лодочке еще, да? Рано еще. Да заплучился. Там глубоко слишком. Около берега можно, а дальше не надо. Ну, чемпионский лод, да? Ну, как? Спортивный. Это что? Не пропадало. Теперь все это в воду, да? И в воду. В этот раз многие отцы взяли с собой своих детей. Это хорошая тенденция. Посмотрите, как у этого начинающего рыбачка все прекрасно получается, когда папа рядом. Вот это трава. Трава. И две рыбы. И две рыбы. Да нет, там бурья. Есть! Нет! На, иди витаскивай. На червяка? Да. Ну, это трудовая рыба у тебя была. Мы все видели, кто тянул вместе с травой. Прям вообще победитель. Умница. Как впечатление? Отличное. Молодец. Давай, убирай рыбу. Возможно, и я неплохой отец. Потому что постоянно вожу с собой на подобные мероприятия свою дочку Аню. На дне рыбака в прошлом, в 2016 году, она заняла третье место среди юношей. В тяжелой борьбе. Но в этом году ей пока не везет. Скорее всего, виноват в этом я. Ведь меня, главного помощника, нет рядом. Не успеваю. Ну, я смотрю, у тебя снасти очень серьезные. Да. Расскажи, пожалуйста, что у тебя есть на сегодняшний момент? Рок-пот, 4 спиннинга, ну и всякие снасти, чтобы ловить. В общем, арсенал серьезный. А что поймал? Можно показать. И что там у тебя, подлещики? Караси и таранка. И даже таранка? Да. Молодец. Молодец. Так что сработало больше? Снасти? Нет, приманки. Червяк вроде. Самый сильный на него ловится. На червяка. В общем, лидер червяк сегодня, да? Да. С праздничком вас всех. Стоит. Так у вас вязание снастей много обрывов, да? Да. Ну, чувствуется, рыбы у вас действительно много. Одна капюшка сломалась. Одну удочку сломали. Дядь Коля, а почему вас называют заряжающим? Почему все подходят к вам? Ну, как организовали семейный подряд. Дети ловят внуки. Сват вот, забрасывает хорошо. Кто на что способен. Все распределено, да? Да, как конвенция. Один тянет, да? Внуки тянут. Вы, в общем, снаряжаете, заряжаете. Да, заряжаете. Молодцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, день рыбака сегодня закончился. По времени, так? Сейчас будет взвешивание, награждение. Как у вас ощущения? Ну, прекрасное ощущение. Погода хорошая, отдохнули хорошо. Уловом похвастаться нечем, конечно. Ну, кое-что поймали. А, кое-что есть у вас? Конечно. Есть чем похвастаться, получается. И что у вас тут? Ну, вот, примерно вот такие. Подлещики, да? Подлещики, да. Есть карасик где-то. И на что сработало? Все на червя. Мелкий червячок? Да, мелкий червячок. Ну, я смотрю, у вас и фидер был, да? И прикормочки, все у вас есть, да? Да, мы ловили на два фидера и один карповичок. Но у карповичок ничего. А фидер работал. Хороший улов. Спасибо. Уха будет? Или как там еще, жареха? Конечно, обязательно. Спасибо вам за то, что поделились. Узаимно. До свидания. До свидания. Время, отведенное для состязаний, подходит к концу. Лодочники начинают подплывать к берегу. Александр Захаров не гнался за количественным уловом по белой рыбе. Спиннингист, ограничив себя правилами. Спиннинг, искусственные приманки и только хищник. Как улов? Вот такой вот улов. Самые тяжелые там в воде еще остались. Самые тяжелые остались в воде. Хорошо. Жень, как улов? Отлично сегодня. Отлично? Капитан. Попал? Попал. Похвастаешься? Вот. Конечно. А ну, похвастайся. Уловы начинают взвешиваться. Нажимаем, ребята. 13, короче. 13 минус сетка, 5 килограмм. 14 минус сетка, 5 килограмм. 15 минус сетка, 6 килограмм. А ничего, что она резинка? Это с берега, да? С берега, да. Так, подожди. Женька, это с лодки. Да, это с лодки. Вот, да? А это берег. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. Все. Ну, минус мокрый пакет. Да-да. 7 килограмм. 7 килограмм, молодец. Что, давайте следующий, а? Килограмма! Сколько? Сколько? Ну вот, ровно килограмма. 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 Здесь вот это садко. 1,55. Это чей улог? Кто поймал? А, медведев? Это юниор уже. Да, юноша-берег, да? Уловы взвешены. Следующий этап – распределение призов. Вот и награждение. С лодки Женя Третьяков. Постоянный у нас чемпион, но правда в прошлом году не был. Так, выходи сюда Женя. Тоже берег спиннинг 3,60 готовый. Волков Юрий Николаевич. Поймал у нас 7 килограмм. С берегом. Волков Юрий Николаевич. Приезжайте на следующий год тоже. Дмитрий Третьев Роман с берега. Полтора килограмма. Дмитрий Третьев Роман с берегом. Так у нас идет, значит, Бугаева Аня за участие в Дне Рыбака. Сделано. Мы сойдем туда. На следующий год приезжаем. Подготовался хорошо. Ты уже видела, какие снасти должны быть, да? В следующем году с пустырмалом. В магазине тоже знаю, где находятся. Ну, товарищи, за организацию «Дня Рыбака» награждается главный охотовец Черкесского городского общества. Так что там, дурак? Награждается и женщин Каповалова. Каповалова. Она и все же работает. А. Представитель, а. Может, я подержу. Бугаев Сергей. Кап үшк 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 үшкл үшк үшк. Капағам, кө үшк 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 « үшк 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 үшкл үшк үшкл үшкл». Пожалуйста. Пару слов о том, как сегодня прошла рыбалка, успешно, неуспешно. Ну, сегодня, по сравнению с прошлым годом, конечно, успешно. В прошлом году погода была классная, сухо, дождя не было. Мы на легковых машинах свободно приехали. В этом году еле добрались, блин. Меня на Камре, друзья, не туда и не суйся. Вот взяли меня ребята, друзья. Вот в этом году, конечно, больше. Я поймал вон сколько килограмм. На ваш взгляд, что у вас сегодня в рыбалке было более успешно? Сам улов это уже успех. Нет, на что именно? А, на что? Ну, пробовал на все, видишь. Ну, в основном шло у меня на червячка с кукурузкой. Вот такой бутербродик. То есть как? Один крючок и червячка кукурузка? Кукурузку одеваешь и потом два червячка пучком. Действительно бутербродик. И бутербродик получается. Ну, то есть донная снасть? Донная снасть, да. Только я ставлю снасть, у меня сразу поклевка начинается. Сразу сигнализатор работает, как пи-би-би-би-би-би. Вот так. Ну, говорят, сегодня, пока ветер был утром, клевал хищник, поклевки были. И лещ крупнее было. Ну, как только ветер стих, все сказали все. Нет, у меня нормально. И вот уже я четыре раза проверял свою снасть, у меня по семь штук лещей. Единственное, что он чуть-чуть мельче, вот когда дальше. Утром он крупней шел, где-то до полкилограмма такие лещики. А сейчас где-то 250-300 грамм такие. Что можно пожелать начинающим? Начинающим пожелать, это, понимаешь, нужно желание хорошее иметь. Приезжать, не бояться. Тут ребята все свои, все помогут, расскажут, подскажут. Секретов таких, очень таких прям крутых. Ну, единственное, что в прикормочке там каждый уже для себя прикормочку делает. А так секреты бросай, лови, дай все. В общем, поздравляем с победой. Спасибо большое. И с праздничком. И вас также. Удачи. И всем, да. Спасибо. Ну, поделись, пожалуйста, впечатлениями. Как все было? Поподробнее, на что и как? Ну, сегодняшний день принес, я могу сказать, всем удачу. Потому что сопутствовала погода, настроение. Все остались довольны утренним клювом. Каждый, даже кто переехал первый раз сегодня, остался с рыбой. Ну, кто-то поймал больше, кто-то меньше. Кто-то сказал, я приеду обязательно на следующий год. Потому что такие соревнования любительские надо проводить, объединять, отдыхать, любоваться природой, пейзажами. Не сорить. Не сорить, обязательно мусор забирать домой. И даже чужой. И даже чужой. Этим мы сохраним будущее наше. Что сегодня рулило? Ну, не просто так тебе повезло. Это же не везение. Это труд, это ты нашел. Ну, каждая рыбалка, это как бы новое открытие даже для рыбака. Надо подготовиться, надо придумать что-то, надо экспериментировать. Ну, вот сегодняшний твой ключик. Что ты сегодня нашел? Сегодняшний ключик простая стартовая прикормка для птицы. Она сработала. А сама насадка? Насадка червь работал, ну, как бы лучшая насадка была с сегодняшнего дня. А парыш, еще что я пробовал, перловку, она не работала. Работал червяк. Отлично. В общем, червяк рулит? Червяк рулит сегодня. Сегодня? Ну, может это измениться, завтра будет другое. Как бы, если занимаешься рыбалкой, надо искать. Жень, поплавок будет? Поплавок, чисто поплавок, потому что донку смысла не было закидывать, так как ловилось очень хорошо. Молодец. Результат за 3 часа 12 килограмм сам за себя говорит. Конечно, отличный результат, поэтому хочется поздравить тебя с первым местом. Ты как всегда. Спасибо большое. Я от себя хочу поздравить всех рыбаков с праздником. В российских, в республиканских, в городских. Давайте объединяться и жить дружно, ловить рыбу, отдыхать на праздниках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова